Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Сегодня я вам расскажу о привычках успешных людей. Что такого надо делать каждый день, чтобы войти в 1% самых богатых людей? Еще Аристотель говорил, что 95% ваших действий — результат привычки. Поэтому формируйте хорошие привычки и позвольте им править вашей жизнью, вместо того, чтобы давать плохим привычкам овладеть вами. Одно правило гласит, что хорошие привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. А другое правило гласит, что плохие привычки легко сформировать, но с ними трудно жить. Один из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях психологии личности — это открытие, что всем хорошим привычкам можно научиться, и от всех плохих можно отучиться. Если точнее, то вы не отучиваетесь от плохой привычки. Вы просто заменяете ее хорошей, той, которая имеет более мощное влияние на вас. Так как же развить хорошие привычки? Все просто, благодаря повторению. Большинство вещей, которые вы делаете с момента пробуждения, являются привычкой. Поэтому подумайте, какую привычку вам хотелось бы завести. Я написал книгу под названием «Привычки на миллион долларов». В ней 12 глав, описывающие 12 важнейших областей жизни. И в каждой главе упоминается до 30 привычек. Я сейчас поделюсь с вами самыми лучшими. Первое — это привычка ежедневно ставить цели и следовать им. Что это значит? Каждый вечер перед сном думайте о своих целях на следующий день. Составляйте список целей на каждый день. Маленьких заданий, которые вы собираетесь выполнить в этот день. Потом запишите эти цели в дневник и ложитесь спать. И так делайте каждый день. Вторая привычка — ориентируйтесь на результат. Люди, которым важен результат, всегда думают, что они могут сделать в этот момент, чтобы достичь важных для них результатов. Успешные люди составляют список всего, что они должны сделать. И прежде чем начать работу, проставляют приоритетность заданий. Вот отличный способ заставить себя ориентироваться на результат. Он изменит вашу жизнь. Составив список дел, спроси себя, «Если завтра мне придется на месяц уехать в путешествие, какое из этих заданий я в обязательном порядке хотел бы закончить?» Обведите это задание и немедленно приступите к его выполнению. Заставьте себя работать без остановки, пока не выполните поставленную задачу. Этот простой метод уже сотню лет помогает людям по всему миру выбраться из грязи в князи. Выберите самую важную задачу и немедленно к ней приступайте, не отрываясь, пока она не будет выполнена. Третья привычка — ориентируйтесь на людей. Осознайте, что все, чего вы достигнете в жизни, будет получено с помощью других людей. Поэтому всегда думайте, какую пользу вы можете принести людям, как вы можете помочь другим, чтобы они захотели помочь вам. Если вы занимаетесь продажами, то знайте, что в этой сфере постоянно думают о клиентах, о том, кто их клиент, чего они хотят, как им можно помочь, или как сделать эту помощь максимально эффективной. Четвертая хорошая привычка — это забота о здоровье. Следите за своим здоровьем. Вам нужно есть меньшее, но качественнее. Нужны ежедневные физические упражнения, регулярный отдых. Помните, чтобы оставаться конкурентоспособным, вам нужно много энергии. А чтобы эта энергия была, надо хорошо питаться, хорошо отдыхать и часто заниматься спортом. Последней, самой важной привычкой является самодисциплина. Я говорю об этом на протяжении всей жизни. Самодисциплина — это фундамент, благодаря которому становится возможным все остальное. Лучшее определение самодисциплины звучит так. Самодисциплина — это способность сделать то, что надо, когда надо, вне зависимости, хочется вам этого или нет. Ведь легко делать, когда есть желание. Но когда вам не хочется, а вы все равно это делаете, вы развиваете самодисциплину, которая делает возможным все остальное. Спасибо за внимание.